Сегодня в Ангарске проживает 17 почетных граждан. Многие из них продолжают вести активную деятельность на благо нашего округа. Накануне они посетили телекомпанию «Актиз», где погрузились в мир телевидения, а также обсудили ближайшие планы по улучшению облика родного города. Таким гостям рады везде в телекомпании «Актиз» почетные жители Ангарска, заслуженные работники культуры и образования, отличники здравоохранения, физической культуры и просто люди, которые по сей день прославляют округ. Уважаемые гости высоко оценили работу телекомпании, многочисленные проекты и передачи, а также отметили вклад в развитие округа. В свою очередь сотрудники «Актиз» специально для гостей провели экскурсию, поделились историей и рассказали некоторые секреты телевидения. Сегодня такое большое важное событие для нас. Сегодня нас посетили почетные граждане города Ангарска, замечательные люди, которые внесли весомый вклад в развитие нашей любимой территории. И хочу сказать, что для нас это на самом деле большая честь, потому что такие легендарные гости. И мы, собственно, показали, чем мы живем, мы рассказали, как мы живем сегодня. Нам, слава Богу, есть и что показать, и о чем рассказать. И мне приятно отметить, что сегодня некоторые почетные граждане даже попробовали себя в качестве ведущего, например. И оказывается, это все реально, в то же время не просто, но все очень реально. По традиции, ни одна из встреч почетных граждан не обходится без обсуждения насущных тем, одна из которых касалась актуальности и востребованности телевидения. Также один из вопросов, где искать правдивые новости. Мне кажется, в любом государстве в первую очередь обращаешь внимание на официальные источники. Официальные источники – это у нас кто? Это у нас ВГТРК, это у нас ОРТ, это у нас АКТИС, это у нас другие, которые так или иначе отражают жизнь города, страны, региона. На них больше всего ОРТ. Потому что динамика этих событий рано или поздно показывает, это телевидение лжет или не лжет. Также коллегия рассмотрела вопросы, касающиеся благоустройства площади Ленина, дворцов культуры «Нефтехимик» и «Современник» и других значимых для города и его жителей мест. В беседе приняли участие и первые лица округа. В граните будут все тротуары вокруг площади полностью. Значит, зеленая зона будет сохранена, но там уже высадили многолетники. Утверждают, что очень красивые, они будут обрамлять саму эту клумбу. В общем, ну, я думаю, что должно понравиться. Мы получили достаточную информацию о том, что будет развиваться в городе и каким образом это планируется. И масштабы того, что предлагается, и проекты, которые нам были как бы озвучены на этой встрече. Это прекрасно, потому что намечается такая хорошая перспектива. Она достаточно оптимистична. И появляется уверенность в том, что все будет сделано. То есть город, он работает, живет, процветает. Видно, что облик его меняется. Он становится более современным. Работа администрации округа тесно связана с почетными гражданами. Именно они зачастую предлагают то, что через время реализуется на территории города. В следующий раз заслуженные ангарчане договорились побывать на объектах масштабного благоустройства, когда они вступят в заключительную стадию ремонта. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова